В 4 утра начался сегодня рабочий день у наших съемочных групп. Вместе с правительством республики в рамках единого информдня они поехали в разные районы на приемку молока. Цель выяснить, насколько качественный товар сдает население скупщикам, сколько владельцам буренок за это платят, и в какую сторону вообще меняется ситуация в сфере так называемого населенческого молока. Обо всем Ольга Пырочкина. А я говорю, пей. От твоего молока уже деваться некуда. Все ведра, все тазы молоком заняты. Жителям Чувашии проблема Матроскина и Шарика – куда деть молоко – незнакомо. В каждом районе в среднем работает по несколько сборщиков. Зато есть проблема другая – закупочная цена. Владельцам буренок деревни Кошки-Куликеево Яльчиковского района относительно повезло. Петр Хмелев платит им по 18 рублей за литр. С двух коров можно получить неплохой доход, рассказывает жительница Галина. За 15 дней мы получили 10 тысяч. Довольны, но хотелось бы еще этот прибавили. Другой Галине уже из деревни Поваркасы Цивильского района. Ее соседям повезло меньше. Здесь литр сдают за 16 рублей. Сейчас мало сдаю молоко, но все равно выгодно. Например, в неделю тысячу сделаешь, это же бюджет по семье. Впрочем, 16 рублей – это не предел падения. В ряде районов, такие как Красночитайский район, Аликовский район, цена упала до 14 рублей за литр. Вот этот вопрос очень важен для населения нашей республики, потому что это часть дохода, который они получают. Это в основном тоже пенсионеры. И здесь цена, когда падает, естественно, у людей возникает вопрос, содержать дальше корову или не содержать. Это связано также будет с поголовьем. Задача стоит, чтобы поголовье в республике не сокращалось, а наоборот увеличивалось. Закупочная цена на молоко стала одной из главных тем информационного дня. Рано утром в район республики на сбор молока выехало правительство региона. Сегодня средняя цена на молоко в Чувашской республике сложилась 16 рублей 40 копеек. Населенческого молока я имею в виду. Конечно, это мало, мы признаем. И сегодня все информационные группы, все министерства, ведомства выехали к пяти часам, ездят по районам. Также разговаривают, общаются со сборщиками молока, со сдатчиками молока производители нашими, населения, узнают их проблемы, вопросы. Конечно, хочется дороже. Хочется не только дороже, но и качественней. И это еще одна проблема. Специалисты ветеринарной службы выезжают на места один раз в месяц. Оценивают по органилиптическим оценкам. Это в первую очередь консистенция, вкус, запах, цвет. После этого отбирается молоко, значит, в определенном количестве. Помещается в холодильник термочемодан. Доставляется в Цивильскую ветеринарную станцию. И там проверяется на общие показатели. Общие показатели белка, общие показатели жира. Значит, плотность, сома и процентная добавленная вода. Последний показатель – добавленная вода – стал одной из самых главных претензий молокоперерабатывающих предприятий к сборщикам. Впрочем, здесь наметился положительный прогресс. Благодаря участившимся проверкам, процент несоответствующего норматива молока, например, в том же Цивильском районе, за два года снизился в семь раз. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Игорь Зверев. Республика.